шалом примерно 150 лет назад по всей черте оседлости ездили праведники цадики в поисках еврейских душ для того чтобы их исправить это было предназначение этих людей в одно еврейское местечко приехала свита хасида во главе с великим раби мордыхаем и чернобыль местный магнат купец пригласил их свой богатый только что отстроенный замок они заходят в центр зала но рэбэ настаивает проникнуть именно комнату дверь которая была намертво закрыта удивлению богача не было предела в рэбэ почему вы такое возрастающее желание проникнуть именно сюда здесь новая мягкая мебель это гостиная рэбэ а у твоих хасидов грязные сапоги на улице стояла поздняя украинская осна но рэбэ настаивал причем подчеркнул я проконтролирую всех хасидов они будут вести себя хорошо все ввалились в эту гостиную и постепенно мягкие пуфики диванчики персидский ковер покрылись грязью комья этой грязи просто были разбросаны по гостиной и возмущению местного спонсора не было предела рэбэ посмотрел на него искал ты думаешь знаешь цель моего приезда я тебе его раскрою когда-то много лет тому назад жил один богач он был талантлив он был великолепен но был скряга не соблюдал заповеди был чистоплю и бедант и он был страшен глазах бога и ужасен глазах людей один раз поздним осенним вечером ему предоставилось исполнить большую митву он проезжал своей расфуфыренной карете вдруг он видел у обочины погрязшую в грязь в канаву телегу на телеге сидели дети еврейская семья эти кричали от холода голода страха и он проникся к ним вот это каменное холодное сердце было буквально растоплено жалость он дал приказ и его кони были приставлены к телеге как они не пытались и не удалось вытащить тогда его все слуги пытались подсобить лошадям это тоже не помогло и тогда сам барин сошел как царь трона своей кареты и вот в таком чистом одеянии в новых сапогах по колено в грязи он со всеми вместе толкал телегу дело было сделано он накормил и напоил семью и отвез их пункт назначения прошли годы и грешная душа поднялась наверх его не ждал даже от кафа келе было предназначено ему кафа келе это хаотическое движение души без права на пристанище и тогда один из ангелов привел один всего лишь аргумент он сказал высший суд справедливости всевышний что положено человеку который спас одну душу израиля написано он как будто спас весь мир этот человек спас всю семью неужели мы пошлем его в круговорот наверху сказал давай взвесим заслуги и грехи пришли весы на одну чашу были положены все его страшные грехи на вторую чашу бросили лошадей слуг телегу колеса но к сожалению заслуги не могли перевесить его грехи и тогда по просьбе ангела туда бросили грязь и вот эта грязь она перевесила все это была грязь сапог хозяина всего телеги своего мундира свода шляпы даже это было потом брошено мусор потому что было уже непригодно и тогда высшим судом было вынесено более лояльное решение этот человек родится богачом если он не будет чистоплюем не будет педагогичен и требовательным грязи к мусору не будет обращать внимание на мелкие детали будет соблюдать заповеди ему будет прощено он заслужит грядущими ты именно тот в кого вселилась душа этого человека чтобы именно этот момент с твоей мебелью стал роковым сейчас мы видим как в нашей жизни очень часто играют мелкие детали поэтому не надо пренебрегать случайными предоставленными возможностями делать митву иногда не обращая внимание на грязь шалом шалом